Девушки отдыхают «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также и преемственность в развитии российского государства». Погодите, значит расстреливать царя и отказываться выплачивать государственные долги Российской империи – это и есть преемственность в развитии тысячелетнего российского государства? Или вот, государственным языком Российской Федерации является русский, как язык государства образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Опять непонятно. Все народы равноправны, но государство образующие из них только один, и потому государственный язык только один. Ну, я вот не против ничего русского. Ну, какое тогда равноправие, если в стране есть младшие братья, которые обязаны говорить на языке старшего? Не говоря уже о том, что на самом деле государственным языком Российской Федерации давно является язык дубинки и электрошокера. Или вот, мучаясь ночью и тщательно подбирая слова, Владимир Владимирович наконец изрек. «Брак – это союз мужчины и женщины». Ну, вот я-то лично не против союза мужчины и женщины. Я сам в нем погряз с по уши. Ну, вот если встретились два человека непонятного пола, полюбили друг друга, хотят право совместного владения имуществом и право наследования, ну, как и вещественного выражения их любви и доверия друг к другу. Тогда чего Владимир Владимировичу-то решать, и как им строить их отношения? У него, что, других дел больше нет? Или вот. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды». Вот тут очень интересно. Не люди чтят, не их индивидуальная память, не их семейные предания, а Российская Федерация в целом. Вот люди отдыхают, их больше нет. Да и зачем они, когда есть одна сплошная Российская Федерация? Она и есть централизованное хранилище каждой индивидуальной памяти. А что касается защиты исторической правды, так Российская Федерация и так ее защищает. Да так крепко, что даже никому не показывает. Архивы, вон, до сих пор закрыты. И правильно. А то еще неправильно чтить станут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!